Приветствую вас на своем канале Русский на Канарах. В этом видео хотел поделиться новостями об извержении вулкана на 13 ноября. К сожалению, сегодня сообщили о первой жертве вулкана. Безжизненное тело 70-летнего мужчины было обнаружено в субботу в жилом доме. Этот мужчина числился без вести пропавшим со вчерашнего дня. Тело было обнаружено в его доме в районе Курасонсио, расположенном на границе между уравнинами Арейдана и Эль-Пасо. Идет расследование, чтобы узнать, вызвана его смерть с падением с крыши во время очистки вулканического пепла или же другими обстоятельствами. Мэр Эль-Пасо, Серхио Родригес, указал, что покойный является владельцем дома и отметил, что крыши в этом районе были очищены от пепла несколько дней назад. Снова увеличивается сейсмическая активность на острове Лопальм. После нескольких часов затишья и снижения сейсмической активности сегодня утром в муниципалитете Виа-де-Масо к югу от острова было зарегистрировано землетрясение магнитудой в 5 баллов и интенсивностью 6. По данным Национального геологического института, это землетрясение зафиксировано на глубине 38 километров. Утром были зафиксированы и другие землетрясения меньшей интенсивности. Это же землетрясение ощущалось на островах Ла Пальма, Ля Гомера и Тенерифе. Также сегодня сообщили о том, что обнаружена высокая замутненность в толще воды на расстоянии до 1 километра от лавового фронта. Из доклада научного комитета Пиволка следует, что в последние часы были выявлены эпизоды высокой мутности в толще воды на расстоянии до 1 километра от фронта лавы, вызванное вторжением лавового материала в океан, так как мы уже знаем, в двух местах лава уже впадает в океан, образуя новое побережье. Эти эпизоды могут снова привести к появлению мертвой рыбы на поверхности. Эти смерти биологических обитателей океана могут быть вызваны массовым потреблением пепла, которое насыщает их жаберные системы, а незначительным изменением физико-химических параметров океана. Высота столба выброса пепла, измеренная сегодня утром, составила 2900 метров. И прогноз погоды показывает, что ветер будет направлять облако пепла в направлении юг-юго-восток, поэтому не исключено появление мелкого пепла на острове Эль-Ер. В течение следующих 36-48 часов будет благоприятный сценарий для аэробортов аэропортов. По последним подсчетам, лава вулкана Кумбровиха продолжает увеличивать пострадавшую площадь и уже составляет 1018 гектаров. Вот тоже еще интересная новость. Кроме того, правительство Ла Пальма начало раздавать пожертвования людям, которые пострадали от извержения вулкана. На данный момент сумма этих пожертвований составила около 7 миллионов евро. Пожертвования частных людей, предприятий и учреждений, сделанные через банковский счет, открытый специально для этих целей, будут распределены в виде помощи в размере от 2000 до 3000 евро. Вот такими новостями на 13 ноября я хотела с вами поделиться. Спасибо вам большое за ваше внимание, за вашу поддержку нашего канала, за ваши комментарии. Обязательно ставьте свои лайки и делитесь этим видео с другими. Всем пока-пока, до следующих новостей.